Всем привет, а мы продолжаем. И сегодня я расскажу о том, что было сделано за последние дни. То есть был установлен бампер, то есть он соответственно был переделан и доработан. Доработан был таким образом, что здесь вся внутрянка из бампера и усилители были удалены. То есть для того, чтобы туда можно было упаковать, грубо говоря, наш бак. Вот находится у нас заливная горловина. В предыдущем видео вы можете посмотреть, я рассказывал про этот бак, что он кидает, для чего. Также бампер у нас был смещен на 5 сантиметров вперед, то есть он выдвинул на 5 сантиметров вперед. Для того, чтобы, во-первых, можно было и сам бак сместить максимально вперед, то есть и радиатор, чтобы можно было сместить максимально вперед, чтобы это все закрыто было. Ну и плюс сам бампер смещается, то есть как я рассказывал в предыдущем видео, то есть мы максимально смещаем центр массы вперед, то есть чтобы загрузить максимально передний ось. И то есть соответственно смещение бампера на 5 сантиметров, так же само сам вес бампера тоже будет смещен, то есть и дополнительно создавать давление. То есть я стараюсь максимально сохранять стандартный, то есть чтобы это все было закрыто, то есть сейчас я вам покажу, что у нас с салоном. В салоне у нас вот я установил вот такие сиденья, то есть типа полуковши, то есть все типа собрано. Это у нас не полноценный корч, это у нас грубо говоря полукорч. То есть стоит вот у нас, я поставил обычную резину, то есть можно грубо говоря ездить каждый день, то есть без всяких проблем. То есть так же был установлен стандартный выхлоп, то есть резонатор у нас стандартный и глушитель тоже стандартный. Полук стоит спортивный в видео, про выхлопную систему вы видели, можете посмотреть про этот полук. То есть а дальше стоит полностью стандартный выхлоп, грубо говоря, можно ездить каждый день и не париться. То есть когда мне надо, допустим для заездов, я сниму себе резонатор и выхлоп, соответственно этим же я снимаю, опять же разгружаю заднюю ось, когда снимаю резонатор и выхлоп. А так в данный момент она подготовлена к повседневной езде, то есть можно ездить и не париться. Сейчас я заведу, вы послушайте как она работает в повседневном режиме. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видите, на холостых почти звук стандартный не отличается. То есть немного когда я даю обороты, то есть именно звук создает сам двигатель, то есть и потому немножко слышно. А если ехать аккуратно, тихо на холостых оборотах, то есть в принципе это, чтобы не думали, что это полноценный корч. То есть на ней можно, это стритовая машина, на ней можно ездить каждый день. Просто она покажет хорошее время, даже такой, это как бы внешний сток, типа сток, но покажет быстрее секунды. Кому интересно, задавайте вопросы. Мой номер телефона есть в описании, ссылка на контакт, сайт Drive2.ru. То есть задавайте вопросы. Если кому-то интересны какие-то доработки двигателя в спорт, обращайтесь, подскажу, расскажу. То есть кому надо доработать головку, карбюратор, тоже обращайтесь. Дорабатываем, то есть без проблем. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо.